Канобу.ру представляет Здравствуйте, все, кто решил посмотреть подборку Свежих игровых новостей за неделю Ну или случайно наткнулся на них, неважно Постараемся, как всегда, без лишней зауми Рассказать вам о наиболее ярких событиях Прошедшей семидневки Вот одно из них, посвященное Ожидаемому дополнению к World of Warcraft Как оказалось, когда на землях Азерота Грянет катаклизм Произойдет много не только ужасных Но и забавных вещей Например, появится квест Повторяющий по механике Столь любимую многими Игру Plants vs. Zombies Чтобы никто не догадался Забава будет называться Peace Bloom vs. Ghouls Также в этом выпуске Bioshock Infinite Еще больше восторга Fallout New Vegas Лишь бы вышла утка Star Wars The Old Republic Можно и без драк Gran Turismo 5 Японцы играют в синоптиков Civilization 5 В черту сон Еще недавно Bioshock Пускал круги под водой А теперь уже болтается между небом и землей И такой смене дислокации Определенно не стоит расстраиваться Висячий город Колумбия Венец прогресса Крыша мира И от того, что там происходит Натурально сносит крышу В этом можно убедиться Посмотрев свежий геймплейный ролик игры Даже после безумств подводного города Восторг Здешние чудеса Вводят в ступо Свихнувшийся политик Который вещает в пустоту А потом принимается Стрелять из пушки Поездки по рельсам Между летающими островами Отпор десяткам Обезумевших горожан Новый утопии Вот что предстоит пережить Главному герою Букеру Девиту И все это Чтобы спасти девушку Элизабет Наделенную Магическими способностями Прекрасная узница города Время от времени Может выделывать Невиданные фокусы Например, вызвать шторм Или склепать Из горы сковородок Огромный расплавленный шар Казалось бы Зачем тогда ей мы? Затем, что девушка Быстро выдыхается И берет долгие паузы К тому же Кто-то ведь должен Наслать на промокших врагов Небольшую молнию И швырнуть в них Этот самый шар Без должного взаимодействия Тут никак не обойтись Ведь сумасшедшие жители Не главная проблема Колумбии Тут есть чудища Которые заставят содрогнуться Даже большого папочку С большой сестричкой Вы только поглядите на них Ставьте behind me Get up! Get up! Новые крупицы информации Как горсть игральных фишек Выкинули на информационный стол Создатели Fallout New Vegas В своем первом видеодневнике Они поведали о том Как им видится продолжение Постапокалиптической саги В одном из самых беззаботных городов мира Лас-Вегас, конечно, не такой веселый И непредсказуемый Как Колумбия из прошлой новости Но и он способен преподнести Немало сюрпризов Даже простой недобитый курьер Тут может перевоплотиться В спасителя мира Ой, кажется, мы только что Пересказали всю сюжетную канву Ну да ладно Как-никак разработкой New Vegas Занимаются ребята Приложившие руку К оригинальным двум частям Fallout И есть надежда Что из гадкого утенка Коим сейчас выглядит движок игры Их усилиями и нашими молитвами Выйдет, если не лебедь То вполне съедобная утка А за обычными разговорами Про большой открытый мир И способы взаимодействия с персонажами Скрывается что-то по-настоящему весомое Чуть более конкретны в своих обещаниях Были разработчики The Old Republic В своей очередной видеозарисовке Они раскрыли тему светлой стороны силы И ее главных поборников Джедая-воина и Джедая-консула Представители этих славных классов Будут так или иначе Смахивать на положительных героев Киноэпопеи Звездные войны Люка Скайуокера Оби-Вана Геноби Мейса Винду И мастера Йоду Различаться будет в первую очередь Стиль прохождения Рыцарь-джедай будет прорубать себе дорогу Световой саблей и силовыми трюками Советник же более миролюбив И лишь изредка вынимает свой меч из ножен Он вроде персонажа с прокаченной харизмой Из однопользовательских ролевок Больше говорит и чурается кровопролитие Применяя силу, чтобы переубедить, а не убить Возможно, мы сейчас находимся Как раз под действием одного из таких джедайских фокусов Разработчикам беззаветно веришь Что The Old Republic будет как много игр в одной Чудесами не сюжетного, а технического характера Пытаются соблазнить геймеров Игроделы из Страны Восходящего Солнца Мы и так уже отлично поняли Что в их Гран-Туризма 5 Все будет в порядке с графикой Однако теперь они решили окончательно добить нас Показав погодные эффекты Как утверждают авторы серии Вот эти снежинки и дождинки на вашем лобовом стекле Результат динамической смены погоды В которой учитываются и давление, и влажность, и температура Глядя, как японцы уверенно рассуждают о капризах природы Невольно задумываешься А не переманить ли их в наш гидромедцентр Они хоть знают, откуда непогода берется Тогда, может, и прогнозы поточнее будут Заодно расскажут, какую под это дело машину подобрать Volkswagen Sambo или какой-нибудь прототип X1 Еще одна игра под номером пять Не потребует от вас стремительных рефлексов Зато заставит напрячь до предела все имеющиеся извилины Речь, конечно, о пятой цивилизации Которую кто-то уже вовсю осваивает А кто-то мучительно ждет Именно последним мы посчитали должным рассказать Об основных нововведениях этой монументальной стратегии Прежде всего, это шестигранник в основе игрового поля Вы о нем уже, наверное, слышали С ним нельзя срезать угол На него нельзя поставить больше одного юнита Далее города можно устанавливать специализацию И докупать новые клетки Появились города-государства Которые не претендуют на победу в игре Но могут в обмен на дружбу и содействие Помочь голосами во время сессий ООН Бои обрели больше тактических нюансов А дипломатия стала более наглядной Вы только полюбуйтесь на этих красавцев С которыми предстоит общаться Новости мельком Зеленый уголок DLC сегодня достаточно скутен Хотя игрокам все равно есть чем поживиться А издателям на чем наживиться Так вышло скачиваемое дополнение Liars and Cheats для Red Dead Redemption С еще большим числом бандитских логовищ Которые вам предстоит зачистить Следующая добавка к игре будет посвящена Модным нынче, как впрочем и всегда, зомби Создатели Мафии 2 намерены исправить свое реноме Выпустив второе дополнение На этот раз не с аркадными пострелушками А с полноценными сюжетными миссиями За лучшего друга Вито, Джо Авторы Enslaved еще не успели выпустить Основную часть своей игры А уже планируют дополнение о некоем толстяке по имени Пикси Стрелялка Homefront от создателей Frontlines Fuel of War Перенесена на следующий год Схожим образом недавно передвинули на май выход Red Faction Armageddon Little Big Planet Закрытый бета-тест, который идет полным ходом Отодвинута на январь Надеемся, это никак не связано с итогами испытаний А если связано, то отразится на игре только самым лучшим образом Анонсировано Earth Defense Force Insect Armageddon Игра гигантских насекомых, захвативших Землю В роли Дихлофоса предстоит выступить отряду элитных солдат 150 видов оружия, кооператив на троих и долгие часы аркадного веселья гарантируются Вселенную EVE Online в ноябре ждут большие перемены Расширение Incussion натравит на пилотов орды, управляемых компьютером технозомби Привнесет в игру уйму новых кораблей и квестов Доработает редактор портретов Платформер Lara Croft and the Guardian of Light Выйдет на PC и PS3 без онлайнового кооператива Который обещали изначально Его добавят позже Причем когда конкретно не уточняется Во что поиграть на этой неделе? В преддверии выхода полной версии Enslaved в начале октября Вы уже сейчас можете опробовать демо-версию игры Вслед за парой предысторий о себе любимой Появилась на полках полноценная вторая часть зомби-мясорубки Dead Rising Укатил в том же направлении реалистичный автосимулятор F1-2010 Пробежал неподалеку десантник из Alien Breed 2 Assault И, конечно, готовы отнять у вас последние часы сна Пятая часть цивилизации Сида Мэйра О которой мы сегодня уже рассказывали Смотрите скоро на канобу.ру Мэджика Превью Патришн 4 Рецензия Литл Биг Плэнет 2 Превью На сегодня почти все Почти, потому что у нас есть еще, что сообщить тем, кто сейчас прошел сюжетную часть Halo Reach И набивает фраги в мультиплеере, горюя о будущем серии Так вот, переживать за нее не стоит В Microsoft решили, что игры под маркой Halo выходят недостаточно часто Поэтому выпускать их теперь будут не раз в 2-3 года, как раньше А каждые полтора Причем среди этих будущих проектов может оказаться не только очередная глава О похождениях мастера Чифа и его коллег по спасению мира от смешных инопланетян Но и чем черт не шутит, настоящее ММО по вселенной Halo, которую пару лет назад вроде как отменили В общем, верьте в лучшее, играйте в хорошее, смотрите канобовости До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok